В набережных Челнах нет привычных почтовых адресов с названиями улиц. Город разбит на квадраты, так называемые комплексы. У каждого свой номер. Например, вот такой адрес. 29-й комплекс, дом номер 3. Или все тот же комплекс, школа номер 15. Местные жители здесь прекрасно ориентируются. Тем более, что многие из них трудятся на крупнейшем автомобильном гиганте Камази. А там вместо комплексов цеха. И тоже со своими номерами. В середине 80-х годов в Челнах работало много спортивных школ. Тогда же появились и первые подвальные спортклубы. Проще говоря, качалки. Пока подростки занимались в этих залах, их родители искали работу. В то время Камаз чуть не обанкротился. Многих специалистов сократили и выбросили на улицу. Тогда же в набережных Челнах, напротив 29-го комплекса, открылся центральный городской рынок Автозаводский. Пока Камаз приходил в себя после развала Советского Союза, в городе появились первые крупные коммерсанты и первые крупные преступные группировки. Автозаводский рынок стал источником сверхдоходов и для тех, и для других. Вчерашние подростки-спортсмены стали бандитами. Они затерроризировали не только рынок, но и весь город. Работники милиции в те времена почти не вмешивались в криминальные разборки. Они защищали себя. Самым лакомым куском для бандитов являлся, конечно же, Камаз. В те времена смотрящим за главным конвейером был авторитет из 58-го комплекса Марат Латыпов по кличке Татарин. Прославился Татарин тем, что лично вышибал дань из каждого покупателя грузовика. Подвинуть Татарина решил другой авторитет по кличке Тяга. В результате разборок и тот, и другой остались без Камаза. А на передний план вышли бравые ребятки из новой, набиравшей силу группировки, 29-й комплекс. По утверждению представителей МВД и прокуратуры республики, ее возглавил директор спортивной школы Адыган Саляхов, в определенных кругах известный как Алик. Некоторые участники банды жили действительно в 29-м комплексе набережных Челнов. Но сам Саляхов и его ближайшие подручные предпочитали отсиживаться в Москве или на Украине. Лидер преступной группировки Саляхов Адыган по кличке Алик, это один из самых жестких, авторитетных, дерзких преступных лидеров города набережных Челнов, смог организовать группировку, где была железная дисциплина, где было четкое распределение ролей, лидеры, авторитеты, шестерки, киллеры. Был хорошо организован преступный бизнес. Подпитка финансовая в первую очередь поступала из фирм-присосок, которые вокруг автогиганта КАМАЗа сорганизовались. И, естественно, путем запугленных в том числе и руководителей предприятий вот этого автозавода, они смогли войти в этот автобизнес и получали неплохие дивиденды. Потом дальше больше, чем они только не занимались. Как установила следственная бригада, костяк 29-го комплекса состоял из следующих лиц. Сам Алик, Адыган Саляхов, рулевой. Его первый зам – Ерема, Юрий Еременко. И еще два верных товарища – Рамушкин Рамиль Валиев и Рузалик Рузаль Асадулин. Все они по сотни раз за праздничными столами клялись шефу 29-го комплекса «Верия и преданности». По некоторым данным, в 96-м году в группировке насчитывалось около 200 бойцов. Было престижно называться «двадцати девятником». У них были свои собственные специалисты по каждому направлению преступной деятельности. Андрей Власов, кличка Шурин, экономист банды. Руслан Хасьянов, кличка Хасьян, отвечал за внешние связи с воровским миром. Игорь Буртасов, кличка Гоша, окончивший школу золотой медалью, вел все переговоры от имени лидеров 29-го комплекса. Михаил Беленко, кличка Беляноч, один из штатных киллеров, отвечал за устранение неугодных. Был и свой собственный могильщик Сергей Федоров по кличке Парасоль. Его бригада уничтожала тела жертв. Преступное общество и в Закамском регионе заняло настолько крепкие позиции, что являлось неофициальным руководством города, перед которым трепетали и властные структуры, у которых были очень серьезные коррумпированные прихваты в различных органах власти, в психологии населения, в ментальности и простых жителей города, и чиновников, и директоров заводов, предприятий, предпринимателей. Сидел какой-то страх перед этой группой 29-го комплекса. Страх, власть и деньги – вот формула успеха 29-го комплекса. Первая штаб-квартира 29-ников находилась в помещении ресторана «Дружба». Там братки обедали и проводили секретные совещания. Решали, кого убрать, кого помиловать, а кого наградить. Рынок автозаводский практически сразу попал в поле зрения представителей ОПС. Смотрящим на этом объекте был член ОПС 29-й комплекс Сергей Новиков по кличке «Дизель». Захватить рынок пытались и другие представители не менее крупных криминальных кланов города. Но взять штурмом территорию под контрольную Алику никому так и не удалось. Все доходы, все финансовые операции по этому рынку проходили через их руки. Естественно, значительную долю доходов они клали в свой карман. С этих доходов деньги формировались в общак. ОПС 29-й комплекс не обошло стороной и спортивной организации «Челнов». У бандитов была любимая футбольная команда «КамАЗ» «Чалы». Поговаривают, что из общака на ее развитие выделялись немалые деньги. В то время капитаном команды был Эдуард Югрин. Он дружил с ближайшим окружением великого и ужасного главаря 29-го комплекса. Со временем 29-никам стало тесно в родном городе. Здесь все уже и так было под их контролем. И они пошли захватывать окрестные земли. В 96-м году бандитам приглянулись два ликера водочных заводика, которые принадлежали предпринимателю Рафису Лукманову. Представители 29-го комплекса не раз предлагали водочному королю Лукманову подарить им заводики. Лукманов же оказался смелым человеком и пошел наперекор к преступному клану, не согласился с их предложением и тем самым подписал себе смертный приговор. Майским днем к водочному бизнесмену приехали гости из 29-го комплекса. Ласлан Хасьянов по кличке Хасьян и братья Беленко, Михаил по кличке Беляноч и Александр по кличке Фига. И устроили кровавую бойню. Расправились с самим Лукмановым, его 14-летним сыном и гостями. Всего в доме было убито 8 человек. Уже после ареста на следственном эксперименте Александр Беленко подробно описал этот вечер. Братья-киллеры пытались замести следы. В стакан они налили бензин и поставили его в микроволновку, надеясь, что произойдет взрыв. Но бензиновая бомба не сработала. Тела убитых позже нашли родственники. Мне позвонила свекровь. Лукманова Гульчара, мама моего мужа Лукманова Рафиса. Рамиля, срочно приезжай. Детей расстреливай. Пропустили меня домой. У порога лежал муж. Прямо у двери и около его ног сын. Получив контроль над водочными заводами Лукманова, 29-ники выработали новую тактику. И уже без стрельбы стали захватывать другие предприятия. Они наняли опытных рейдеров и натравили их на Елабужский мясокомбинат. Организатором захвата был экс-следователь УБХСС МВД Советской Украины Сергей Миронов. При поддержке надежной крыши 29-го комплекса он масштабно развернулся в регионе. То, что касается захвата Елабужского мясокомбината «Модуль», это была последовательная, тщательно рассчитанная операция. Для этого в группировку были привлечены люди, которые разбирались в экономике. В частности, Миронов Сергей Петрович по прозвищу Петрович или Еврейчик. Алик редко появлялся в Челнах и в основном управлял своими сообщниками из Москвы. Как утверждают оперативники из Щелнов, Алику регулярно привозили сумки, набитые деньгами. Это был так называемый общак, который в Татарии собирали его верные смотрящие Рузалик и Рамушкин. С Аликовой в своё время задерживали. Значит, была конкретная статья сопротивления сотрудникам органов внутренних дел. По этой статье он мог быть арестован и осужден, но по непонятным причинам. Человек, значит, просто-напросто был на следующий день освободён и уехал, и, как говорится, с концами. Только после того, как в Челнах поменяли руководство правоохранительных органов, к преступной группировке 29-й комплекс начали относиться по-другому, то есть по закону. В то же время в рядах бандитов начались постоянные конфликты. Смотрящий по рынку Дизель был убит по приказу Алика за провал важной сделки. Другой же авторитетный член ОПС 29-й комплекс Рузаль Асадулин по кличке Рузалик не смог смириться с тем, что Рамушкин стал ближе к шефу и решил расправиться с партнёром по группировке. У Рузалика был надёжный личный охранник, бывший спецназовец и специалист по снайперскому делу по кличке Плохиш Ильшат Галиев. Как удалось установить следствию, именно Плохишу и доверили разобраться с родственником Алика Рамушкиным. Ответственный Плохиш подошёл к заданию профессионально и с выдумкой. Спрятавшись в подвале дома, он одним выстрелом положил на месте Рамушкина, близкого человека Алика. Чтобы его не запомнили прохожие, киллер Плохиш бежал, прикрывшись пластмассовым тазиком. Как утверждают оперативники, Саляхов, узнав о том, что в челнах убрали его смотрящего, пришёл в бешенство. По некоторым данным, внутри мощного преступного клана возник заговор. Якобы ближайшее окружение Алика, а именно Рузалик и Ерёма, стали готовить на хозяина покушение. Бывший капитан, ставший к тому времени уже тренером футбольной команды КамАЗ Чалы, Эдуард Югрин, стал киллером против своей воли. Его вынудили убить доверенного человека Алика, некого Евгения Николаева по кличке Мензель. Когда тренер Югрин оказался в тюрьме, он не стал скрывать подробностей преступления. За убийство. А вы к этому убийству причастны? Да, прямое убийство у меня. Вы совершили? Да, да. Я сам начал, как я его признавал, я не отрицал, я сам пришёл в милицию, рассказал о своём преступлении. Для Алика Соляхова наступили тяжёлые времена. Ему пришлось прятаться от недавних соратников. Удивительно, но главарю банды удалось увернуться от пуль киллера, присланного в столицу из Щелнов бывшими подчинёнными. Так и не сумев самостоятельно справиться с своим шефом, члены 29-го комплекса решили сдать его милиции. Они сообщили оперативникам, как и где можно поймать Соляхова. Информация оказалась верной. И в результате в пассажирском поезде на станции Брянс сотрудники уголовного розыска Татарстана задержали лидера одной из самых одиозных группировок последних лет Адыгана Соляхова. Дело посмотреть надо. Дело? У нас и клад. В деле я никого не убивал. Нет такого вообще. Если вы были в Америке, другой вопрос. А здесь что? Развучивать. Мы же понимаем, где мы находимся. Это всё. Ну а что у вас души? В такой нормальной стране живём. Я вам мог сказать, не на камеру. Почему? Ну нет, я же не актёр. Думаете, всё кончилось, что ли ещё? Ещё ничего не кончилось. А что ещё нужно? Ну или что можно? Местная пресса утверждала, что на счетах Соляхова остались миллионы долларов, в своё время собранные бандитами. И якобы только сам Алик знает тайну общика. Где ваши миллионы завидают? Смешно вам? Смешно? Нет, я не смешу, но я вас заселюю. Да я вчера смотрел телевизор. Сказали, 80 миллионов у нас. Общики? Ну, а где вам это интересно? А вы публикации читали, да? Да. Что у нас и миллиард долларов, и машины с табличками золотой. После того, как за решёткой оказался лидер 29-го комплекса Адыган Соляхов, сотрудникам милиции Татарстана удалось вычислить и задержать его ближайших соратников. Первым в следственном изоляторе оказался бывший спецназовец УВД Набережных Челнов Ильшат Галиев по кличке Плохиш. Он рассказал, кто приказал ему устранить авторитета Рамушкина. На следственном эксперименте бывший спецназовец показал место, откуда он стрелял в свою жертву. Однако, просидев пару лет в СИЗО, Плохиш неожиданно отказался от этих показаний. А во время записи интервью демонстративно стоял камере спиной. На следственном эксперименте вы что говорили? Подвели к окну и сказали, объяснили всё ещё, в кабинете как-то всё сделать. Что я их показал? Чего сказали, где вы сидели, как выбирали цель? Если меня привезли в подвал, соответственно, мне заранее было сказано, что привезли в подвал и так далее. Надо отметить, что и остальные участники 29-го комплекса почему-то отказались от своих показаний. Заяв на суде, что во время следствия на них было оказано психологическое давление. Мне скопом предъявляется 53 статьи Уголовного кодекса, обвинения за всё абсолютно. Там 13 убийств, что ли, ну просто в шоке я. Практически не надо было ни с кем не разбираться. То есть и смысла никакого не было. Если что-то и было, всё нормально решалось, мирным путём. Практически мы с Челнами вообще полностью порвали. Потому что там была работа невозможная. А? Работать было невозможно на бежене Челна. Вас выдавили костюм? Там работать было невозможно, потому что у нас в то время, из-за чего всё произошло? Произошёл конфликт. Вот. Просто будем говорить так, что попробовали поиграть в политику. Не получилось. У осуждённых братьев Беленко, Михаила и Александра, которые, по утверждению следствия, участвовали в расправе над водочным королём Лукмановым и его друзьями, такое же мнение. Они считают себя невиновными. 15 лет мне отменили за убийство старого Мазина. Вы там были? Нет. То есть вы не убивали 8 человек? Нет. Ну, это моё личное дело, что я совершил в данный момент. Понятно. А вы получили сколько? 23 года. 23 года? А за что? Ну, значит, было за что. Бывший работник АБХСС Сергей Миронов, который, по мнению следствия, помог бандитам захватить Елабужский мясокомбинат и ряд других предприятий, также считает себя невиновным. И мне говорят, я похитил ГУП в 160 миллионов. То я этот членом боялся, что я зарабатывал деньги, за эти деньги убивали людей. То есть там, другое третье. То есть, что я фактически приносил деньги для АПС-2. И, конечно, когда вот такое всё, эти трупы, конечно, экономика, я считаю, то есть её, по большому счёту, никто не слушал. Экономика, она просто, хоть мне, допустим, нету, допустим, конкретно там 105-е убийство, но экономика, как бы, пришла, что это финансист в 29-м комплекте. Вот Миронов. Следствию удалось доказать, что на счету участников ОПС 29-й комплекс более 20 убийств. Также бандитами были захвачены крупнейшие предприятия республики. Обвинили их и в похищении людей, рэкетти, вымогательстве. Громкий судебный процесс проходил в спортивном зале районного управления внутренних дел. Специально для этого была построена самая длинная скамья подсудимых, на которой поместились 32 участника ОПС. Милиционеры опасались, что основных участников 29-го комплекса попытаются ликвидировать ещё до оглашения приговора. Поэтому во время заседаний были приняты беспрецедентные меры безопасности. По периметру здания были рассредоточены снайперы спецназа, а внутри установлены металлоискатели. Безопасность процесса обеспечивали более сотни бойцов СОБРа МВД республики. Зал был оборудован камерами видеонаблюдения. Не забыли силовые структуры и о безопасности важных свидетелей. Впервые в истории республики люди давали показания, не опасаясь за свою жизнь. Их фамилии и имена были зашифрованы, голоса изменены, лица закрыты. Мы способны защитить как свидетелей, так и потерпевших от произвола бандитов. И для этого весь арсенал мер, которые предусмотрены законом в нашем распоряжении. Мы можем менять фамилии, менять место жительства. Мы можем, значит, шифровать, значит, их голоса при проведении открытых судебных процессов и так далее. По желанию основных участников ОПС 29-й комплекс, дело рассматривал суд присяжных. По словам очевидцев, сами подсудимые вели себя нагло. Постоянно грубили и хамили судье, угрожали участникам процесса. Несмотря на все эти выходки, дело было рассмотрено и приговор оглашен. Применительно к этой группировке такие слова, как «беспрецедентный процесс», «самое громкое дело», «самое-самое». Наверное, это эпидемия подходит, потому что действительно по количеству участников с сидящими глазками подсудимых, 32 участника преступной группировки были осуждены. По срокам, которым они были осуждены, в общей сложности они получили около 500 лет лишения свободы. Наверное, действительно, таких дел в последнее время мы не видели, не слышали. Я считаю, что это победа схватки организованной преступностью. Организованное преступное сообщество 29-й комплекс – это одна из самых высокорганизованных во всех отношениях, я бы сказал, и по составу, не только по жестокости, а, должен сказать, ну, как угодно урезимся. Весьма подготовленные во всех отношениях. Не так давно в резиденции Ментимира Шаймиева состоялось торжественное вручение правительственных наград сотрудникам правоохранительных органов Татарстана. Все, кто лично участвовал в разгроме крупнейшего преступного клана 29-й комплекс, поблагодарил министра внутренних дел России Рашид Дургалиев. И от имени руководства страны вручил награды и благодарственные письма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!